Добрый день, друзья! Добрый день, дорогие родители, дорогие слушатели! Меня зовут Индира. Я мотессури-педагог и работаю в замечательной мотессури-школе «Золотые бусины». Всегда заинтересовалась педагогикой с того момента, как родились мои собственные дети. Я успешно окончила российские мотессури-курсы и с удовольствием прошла и закончила международный АМИ-курс по возрасту 0,3, потому что этот возраст в тот момент был для меня очень близок. 4,5 года я проработала с этими замечательными детьми в Тоддлер-классе. Детки от года 2 до 3 лет. И сейчас меня интересует другой возраст, школьный возраст, не менее интересный, с более широкими возможностями. Так как и мои детки тоже уже школьного возраста. И родительское чувство ведет меня за собой. И сегодня я хотела бы вам рассказать о инструментах. Начать свой рассказ об инструментах, как же взаимодействовать с детьми успешно. Хочу вам рассказать о позитивной дисциплине. И прежде чем начну свой рассказ с цитаты Марии Монтессори, в которой говорится, «Дитя действительно волшебное, удивительное существо, и это должно пониматься любым воспитателям и учителям». И когда здесь Мария Монтессори говорит о воспитателях и учителях, мы, родители, должны понимать, что мы первые учителя ребенка. Давайте теперь сейчас перейдем к потребностям ребенка. Потому что позитивная дисциплина не может случиться без учета потребностей ребенка, без учета природы ребенка. Мы не будем говорить о базовой заботе, о еды и уходе за малышом. Мы поговорим о потребностях, таких как… Первая потребность – любовь и безопасность. Любовь и безопасность является аспектом доверия к миру. И формируется это доверие к миру еще в самом раннем возрасте, когда ребеночка привозят из роддома, и до двух месяцев, когда мама лицом к лицу, давая свой уход, свое внимание, формирует понятие у ребенка, что мир добрый, меня принимают, меня здесь любят. Здесь хорошо. И это является одним из аспектов радостной и успешной жизни. Второй стулб – это вера в себя, вера в свои силы. И формируется он, когда ребенок двигается, когда ребенок достигает каких-то целей. И в каждом возрасте вера в себя, вера в свои силы подтверждается, но с учетом возраста. То есть для малыша, например, это доползти до игрушки, схватить ее и пожевать, например. Для тоддлера, то есть ребенка с полутора лет, это перенести в ведро с водой, как это у нас происходит в наших классах в золотых босинах. Это накрыть себя на стол. Перейдем к другой потребности – свободное движение. И это тоже мы учитываем в наших классах. Обращаем большое внимание. Мы предоставляем ребенку возможность свободно двигаться в противоположность с тем, что часто взрослые требуют от ребенка. Сидеть ровно, стоять мирно. А это противоречит природе ребенка. Ребенок не может быть спокоен, он должен быть всегда в движении. Движение – это жизнь. Движение – это развитие мозга ребенка. Третья потребность – это язык и общение. Здесь я имею в виду не только развитие речи, но и коммуникация, общение глаза в глаза, активное слушание. Мы должны понимать, что речь разовьется хорошо только в этом случае. И в случае, когда мы с ребенком будем говорить правильной, красивой речью. Еще одна из потребностей ребенка – это независимость. Все мы, и, конечно, дети тоже, любят делать все самостоятельно, любят исследовать мир самостоятельно. И никто из нас не любит быть зависимым от кого-либо или от чего-либо, от каких-то обстоятельств. Порядок. И этот аспект хорошо отражен в Монте-Соре классе и в Монте-Соре педагогике. Есть такая человеческая потребность к порядку. Человеку просто необходимо упорядочивать среду вокруг себя. Порядок снаружи формирует порядок внутри. И это помогает чувству уверенности и спокойствия. Этот порядок нужен не только в физической среде, но и в режиме. Для того, чтобы понимать, что, зачем происходит. Шестое. Добрые границы. Поддерживание четких границ и правил. Эти границы дают возможность поддерживать позитивную дисциплину. Вот. Таким образом, мы с вами сейчас уже рассмотрели потребности ребенка. И в более полной версии видео мы сможем с вами ознакомиться дальше с пятью критериями позитивной дисциплины. О том, чем же не является, что не является позитивной дисциплиной. О том, что пытается ребенок нам сообщить своим плохим поведением. И как же мы должны это интерпретировать. Рассмотрим простые стратегии, которые помогут нам сформировать атмосферу позитивной дисциплины. Многие родители приходят к нам с такими вопросами. Мой ребенок не слушается, дерется. У него истерики. Он ноет. Постоянно прерывает. У него предвзятые отношения. Он все время мне говорит, нет, мне это не надо. Или ребенок плохо ложится спать. Или мой ребенок чувствует себя особенным. И серия, мне все должны. И первое, что мы говорим родителям, не переживайте. Вы такие не одни. И в многих семьях есть эти вопросы, такие же вопросы. И все эти вопросы универсальны. И давайте мы перейдем. Сформируем такой для себя ориентир. А какими бы мы хотели видеть наших детей через 20 лет? И многие из вас скажут, что мы хотели бы видеть их уверенными в себе, ответственными. Чтобы им можно было бы доверять. Самостоятельными, активными, с хорошим чувством юмора. Умеющими противостоять, принимать решения. Когда они сталкиваются с какими-то проблемами. Любопытными. Сострадательными. И это тоже является универсальным. Все наши желания. Это то, что мы хотим видеть в наших детях. Это ориентир. Это как дорожная карта. Чтобы понимать, как надо действовать здесь и сейчас. И я хочу с вами проделать одно упражнение. Которое поможет нам понять некоторые вещи. Оно называется делай, как я сказал. Положите свои руки на колени. И расслабьтесь. Сделайте глубокий вдох. Выдох. Сделайте круг из указательного пальца. И большого пальца. И положите этот круг себе на подбородок. Скажите, пожалуйста. Кто из вас положил пальцы, руку на подбородок? И кто все-таки положил на щеку? Когда проводишь этот пример, этот эксперимент с родителями в зале. Обычно очень многие по примеру кладут на щеку. Что же упражнение нам с вами показывает? О том, что ребенок учится глазами. О том, что мировоззрение в основном происходит через глаза. И это говорит о том, что очень быть важно моделью для своих детей. И это одна из стратегий позитивной дисциплины. Быть моделью для ребенка. Следующая идея, с которой я хотела бы с вами поделиться, это показать, как работает наш мозг. И как это можно легко объяснить ребенку. Эта идея, как показать, что наши эмоции могут заставить нас реагировать порой неадекватно на какую-либо ситуацию или информацию. И это подтверждают нейроспециалисты, которые с медицинской точки зрения объясняют, как все это происходит. Мы все знаем, что наш мозг состоит из ствола мозга. Здесь находится доисторический мозг, тот, в который действует с рождения, который отвечает за наши основные жизненные функции. Дыхание, сосание, пищеварение, кричание. Это та часть мозга, которая в дозревшем состоянии. Ребенок рождается с этой частью мозга в дозревшем состоянии. Следующая часть мозга, большой палец, обозначает лимбический мозг, который при рождении еще недостаточно развит, но находится в состоянии развития и дозревает впоследствии. Он отвечает за эмоции. Здесь находятся такие глубокие эмоциональные реакции, например, когда мы замерзаем, или мы обжигаем руку, или мы от кого-то убегаем быстро, нам страшно. То есть можно это назвать инстинктивным мозгом. И четыре пальца обозначают префронтальную кору, неокортекс. В нем есть рациональность, логика, умение принимать решения. И эта часть мозга самая длительная по созреванию. И созревает она к 24-30 годам. По последним исследованиям, даже специалисты говорят, что к 36 годам она созревает. И что же происходит, когда вы едете в пробки, и вас резко подрезает? Вы начинаете нервничать, и крышка открывается. Вам неприятно. И это классный способ, чтобы объяснить ребенку, что поднимаются эмоции, начиная действовать мозг эмоциональный. И это нам помогает понять, как вернуться к более спокойному мозгу. И что мы можем с помощью этих знаний помочь ребенку осознать, в каком состоянии он находится. И подробнее мы с вами об этом тоже поговорим. Еще один есть важный момент, на который я бы хотела обратить внимание. Это язык любви и чувство принятия. Я вас попрошу принять удобную позу, еще немножко прослабляться, закрыть глаза. И вспомнить себя в детстве. Верните свое детство. Вспомните человека, который вам дал ощущение любви и важности. Что эти люди делали и говорили, что вы чувствовали себя, что вы любимы и важны? Для меня, например, это была моя бабушка, которая любила слушать мои истории, показывала мне, как и что делать. Это человек, который находит время, который включен и находился с вами в нужное время. Никто не вспоминает, что чувство важности и любви появляется из-за подарка или из-за награды. Это всегда нематериальное. Это всегда связь с близким человеком. Спасибо вам за внимание. Более полную информацию о позитивной дисциплине вы можете получить, сделав запрос, написать в комментарии, что я бы хотел получить и посмотреть полную версию лекции. и указав свой адрес электронной почты. Всем спасибо. До свидания.